Я бы назвал сегодняшнее состояние городской экономики стабильным. И правда, только пять предприятий сработали в минус по итогам 2015 года. Вот только за сухими цифрами кроются серьезные проблемы. Если в прошлом году было 50%, позапрошлом 30% предприятий, которые имели затратный характер, то сейчас уже 70% – это две трети организаций, которых темпы роста доходов ниже темпов роста расходов. Наибольшие же опасения у депутатов вызывают два предприятия – спецавтохозяйство и «Волна». Введение последних – 13 городских бань. Некоторые банщицы не получают зарплату уже два месяца. Почему? Этот вопрос депутаты адресовали руководителю, но того на заседании не оказалось. Ответ за него держали подчиненные. Задолженность мы погашаем, но, к сожалению, у нас депутаты на сегодня задолжали почти 10 миллионов рублей. Мы их получить не можем. Еще один серьезный вопрос – поддержка некоммерческих организаций. Отныне социально ориентированным структурам намерены на безвозмездной основе выделять муниципальные помещения. Там одно из условий – это арендовать помещение в течение пяти лет, и второе – одно помещение в одни руки. Окончательное решение будет принято на заседании муниципалитета. Денис Муравьев, Сергей Ватин. День событий.